Нехао, леди и джентльмены! Рад приветствовать вас на канале topchinoop.ru. Сегодня у нас в обзоре часы. Это часофоны, которые называются DZ09. Поставляются в такой коробке и сразу по изображению сверху видно, что они, в отличие от тысяч часовонов, которые мы отправляем из Китая оптом, отличаются по дизайну. Они не похожи на Apple Watch. Открываем коробку. Здесь у нас сами часы, но они нас попозже интересуют. Сейчас мы посмотрим, что в комплектации. Комплектация, конечно, бедная. Инструкция на китайском и на английском языках User Guide и вот такой вот коротенький, самый обычно недорогой micro USB кабель, который служит для подзарядки этих часов. Да, комплектация небогатая, но учитывая стоимость часов оптом из Китая ниже 10 долларов за штуку, конечно же, производитель пытается экономить на всем, чем можно экономить, но при этом он не экономит на главном. Начинается все со сборки корпуса и с ремешка. Здесь он из силикона, плотный силикон, достаточно качественный, с обычным креплением, которое мы привыкли видеть на механических или кварцевых часах с двумя фиксаторами по длине ремешка. Задняя крышка пластиковая, она съемная и под нее вставляется уже сим-карточка. Здесь есть небольшой такой вот зазорчик, который поможет нам снять заднюю крышку. Здесь встречает наш аккумулятор и под ним уже слот для карты памяти. Сюда можно вставлять карточку памяти, чтобы использовать часы как флешка, например, или музыку с них проигрывать. И можно вставлять сим-карту уже непосредственно для звонков. Это часофоны DZ09. Напоминают внешним видом они часы, наверное, все-таки от LG или какие-то первые версии, когда рендеры были умных часов, примерно так предлагалось, чтобы они выглядели, то есть квадратный экран. И внизу одна-единственная кнопочка механическая, которая служит для включения этих часов. Они завибрировали. Знакомая музыка. Кнопка у нас здесь одна, а сбоку это не кнопка, здесь располагается слот для входа microSD. Это не слот, это просто вход microSD для синхронизации часов с компьютером и их подзарядки. Вот такой вот у нас рабочий стол. Он тоже выполнен под Android, не под iOS. И это должно говорить о его все-таки быстрой скорости работы. Он отличается. Здесь вот такие вот плиточки андроидовские, знакомые. И мне такой дизайн нравится больше, чем, например, у часов GT08 с их круглым непонятным меню. Здесь все красиво, подписано. И мы всегда проверяем, есть ли русский язык. Должен быть русский язык, чтобы часы хорошо в розницу продавались. Вот он есть. Выбираем, нажимаем ОК, назад. И у нас часы теперь полностью на русском языке. Конечно же, здесь есть разные стили рабочего стола. Можно поменять, но вот такие вот лучше всего мне подходят. И я считаю их наиболее удобными, потому что четыре ручка на одном рабочем столе помогают легкостью попасть на один из них. Если вы на руке носите часы или ваш конечный покупатель одел их на руку, очень просто, например, включить Bluetooth или удаленно нажать на спуск камеры, если вы ее разместили для селфи, где-то в зоне действия Bluetooth. То есть в этом случае с экраном юзабилити все отлично. И не забываем, что эти часы особенные. В них есть камера, то есть можно делать селфи, прям сохраняя на внутреннюю память часов эти селфи или другие фотографии. И вот это отверстие, это отверстие микрофона, так как это часофоны, с них можно звонить и можно по ним разговаривать, использовать как второй телефон. Конечно же, запас батарейки недостаточен, чтобы несколько дней, как например Nokia 1100, работать без подзарядки и использовать ее в качестве второго телефона. Но это умные часы, здесь же еще можно и время удобно посмотреть. Очень рекомендую обратить внимание для тех, у кого магазин электроники, они продают GT08, A1, W8, дешевые часофоны до 10 долларов. Вот на эту модель она может хорошо сыграть, потому что у нее совершенно другой дизайн. Не такой, который привыкли все видеть в исполнении часов, например GT08 или A1, похожие на Apple Watch. Вот, например, у меня здесь A1. В принципе, по габаритам то же самое, но разница по дизайну большая. И стоит помнить о тех потенциальных покупателей, которые не разделяют продукцию компании Apple и все-таки хотят что-то другое в плане дизайна, что-то другое носить на руке, как вот эти вот часики DZ09. Ссылку на эти часы и также посмотреть, сколько они стоят оптом в Китае, какую минимальную партию заказать, это все можно. Ссылку вы найдете в описании видео, если вы смотрите его на YouTube. А я благодарю вас за просмотр видео. Подписывайтесь на наш канал, следите за новыми обзорами трендовых товаров и удачи вам в бизнесе!